скопилось конечно у меня несколько вопросов даже вот читаю новое евангелие так как бы сходу все что у меня в голове сейчас сразу вот конечно может быть я вдаюсь какие-то детали мне просто интересно просто понять вот у меня есть или советградская евангелие наверное слышали о таком какое или советградская нет у меня такого нет аж еще перевод а вот это на древнеславянском это то чем занимается общество любителя древнеписимости герман стерлингов нет я признаю только нужное сегодня синодальный перевод совершенно не интересуюсь понятно потому что это все мертвые люди не понимают мы должны не удовлетворять свои прихоти а для людей признаны я понял понял вы сейчас и заговорили на разных языках и люди их понимали я понял я уже это уяснил в последнее время смотря и ролики вашей как бы и читают новый завет который у вас с блаженного филот 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 это самое лучшее толкование он не сам толкует он берет из всех святых отцов так дело в том что я вообще впервые встречают такое подробное и ясное толкование для себя я конечно не так много и видел но когда читаешь относительно книг я сразу отвечу на ваш вопрос книги эти можно получить я вам пошлю какой порядок какой счет что что вам понравится во всех книгах а златоустро жития это только в аудио не в книгах книги эти продаются свободного в любом православном храме понятно они изданы были а вот в аудио больше нигде нет только на моем сайте это я сам насчитывал и беру насчитал там там 50 книг насчитанных добротолюбия 5 томов я понял но значит по поводу книг можете выслать мне информацию да все что возможно да вот еще спросить по поводу лета исчисления опять же не даваясь как бы большие там разговоры но размышления свои но просто мне интересно все таки какой сегодня лето какой год от сотворения мира вот который идет 14 3 4 18 а почему только 4 они 8 но это доказано уже нам приходится только признать а я понял просто не слышал что это доказано именно вот что отчет доказано не просто так а доказано но это какие-то люди которые занимаются вплотную этим да и выкладывали как я вам сейчас расскажу и вы сразу это примете тут сопротивляться то нечему вот смотрите на вашу страничку я посылаю минутку я посылаю общее вам смотрите пришло да смотрю да написано цены книг и все остальное адресы какой порядок получения книг понял 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 у нас есть изома у меня 38 книг вышла из печати вижу вижу здесь да информация есть посмотрите что вам подходит у меня тогда ответите там указаны цены порядок вы смотрите что вам надо хорошо ознакомьтесь то или не надо вам переводите деньги а я туда и адрес и люди отсылают ясно но хорошо я посмотрю там да конечно надо очень быстро делать течение хотя бы трех дней потому что дальше я уезжаю благовестническую поездку по европе вот оно что когда вернетесь это перед сентябрем мы едем сейчас путь наш такой мы идем и через грузию в турцию но я вижу там ведь в греции из греции в италию дальше идем во францию и германию сейчас ждем документы с англии и потом идем до португалии через испанию а потом возвращаемся по центру европы через здание уходим на скандинавию швеция норвегия финляндия там уже ждут потом переплываем на прибалтику эстония латвия литва и потом уходим на север баренцева моря через мурманск завидую вам по белому ну это на мой третий год и дальние поездки а так мы по ближнему берет за два прошедшие года мы прошли 360 сел и городов и в каждом селе в каждом районное центре имеется городах я дарю дарю полный комплект своих книг это я понял себя задача вот она так нашли где-то еще на один год и все кончается на 1000 экземпляров всего было да тоже слышу я могу любому доказать они просто аналога не имеют мировой литературе они все основаны на основании библии на основании канонов церкви на основании святых отцов и поэтому от этих книг люди радуются возрождаются из которые со злоба лопаются потому что она имеет пророческий дух обличения не то что я там пророк какой-то местописание в каждой книге а книги это каждая книга 750 страниц это не не брошюры и в каждой книге 64 страницы цветных фотографий и в каждой книге 3000 ссылок на библию так что вы спрашивали спросили про почему четыре года я буду доказывать а вы быстренько записывать возьмите бумагу карандаш я только запомните хорошо я спорить никогда не спорю я только даю данные а примете не примет это ваш выбор до не роптали что вам никто на земле сказал чтобы богу вы претензий не имели буквально две секунды ручку быстро возьму да есть пока приготовьте что у вас было открывается она здесь так начинаем евангелие от луки да вам хорошо известно ну нет скорее всего нет что хорошо я подробно изучаю дальше продолжаю изучать поэтому сказать что давайте записать евангелие от луки вторая глава с первого стиха до 4 я считаю это синодальный перевод синодальным переводом пользуются католики все сектанты кроме яговистов свидетели его называют они себя это дореволюционное издание при советской власти издавали при патриархе алексей первом при пимени и при алексее втором и при кирилле синодальный и за рубежом только он это лучше перевод какой может быть я 50 с лишним лет занимаюсь и как считает горит наизусть знаю хотя это не соответствует действительности но знаю библию я сравнивал ее на разных языках бог давал мне знания такие и скажу что этот один из самых лучших мировых переводов его переводили четыре духовные академии и поэтому любые новейшие переводы сегодня я абсолютно не признаю и отвергаю их легко доказывать что они неправильно но хотя бы один-два пункта там хотя бы один пункт по поводу сравнения современных и синодальный где можно понять сразу что ну или сказать твердо что это все не правда ну то есть смотри кто переводил решает о том кто переводил знающий язык или не знающий переводили с оригинала этого противился феофан затворник почему но считал что массовецкий текст из искусственно испорченной и нужно переводить септуагенты в карасе а разве сеноидальный перевод это не с массовец кого но именно так а он против был он с оригинала его сравнивали с арабским с греческим при том не с одним со святыми отцами а святые отцы взять одного и она за того что там фиаде то сима хакила это которая переводили на греческий язык это раввины еврейские дальше у нас кто переводили повторяю четыре духовной академии и отдавали это все в сенот и там присутственная комиссия из трех дней один посвящался переводу он закончил был 1876 году один из переводчиков это герасим петрович павский такого переводчика ни одного у нас нету он писал учебники для еврейских школ даже для русских школ русский человек учебники пишет не каждый учебники это значит он знает язык превыше всего дальше вольство давид авраамович крещённый еврей закончивший лейпцевский университет принявший православие для него языки эти греческий арабский нам латинский были как родные можно еще можно еще раз напомнить первое первый павский павский да павский герасим петрович вот его полный перевод это псалтырь на русском языке евангелие от матфея и без на звучаниях вольсон вольсон давид авраамович это много макария архимандрит алтайский те люди которые участвовали ну переводили в какую копки какие времена то какие это где-то не начиная с 1840 года примерно это время тут еще 30 лет реакция такая была даже царь не мог провернуть вот теперь я возвращаюсь к евангелия от луки в те дни вышла от кесаря августа повеление сделать перепись по всей земле это перепись была первое в правление кирине и сирию и пошли записываться каждый свой город пошел также иосиф из галилеи из города назарета в иудею в город давидов называемый мифлеем потому что он был из дома и рода давидова нас два первых стиха интересует повеление вышло от августа месаря римского значит в это время кесарь был живой иначе как по его повелению это делать дальше мы знаем и по евангелию от материи ирод убил младенцев значит он знал что к нему приходили волхвы от отрицать мы не можем это отрицаем значит мы не верим евангелию согласно раскопок абсолютно точно доказано что ирод умер за четыре года до переписи игорь техниша вы допускайте что те кто дают данные после раскопок как-то в чем-то заинтересованы другом я просто спрашиваю ну допустим в той же допустим в каком-то каком-то изменение этих данных то есть они раскопали они изучили только не знаю что они изучили документ это открытое их можно посмотреть какие городах была перепис какой целью нужно было знать сколько там нужно ставить какой гарнизон сколько запасов делать это определенно все эти данные то не сокрытые я уже поехать британский музей часть находится в ватикане и как допустим синайский манускрипт его нельзя никак поделать никак потому что анализ показывает какого времени и обрел его константин тишиндорф в каком году в каком монастыре святой екатерина на синайском полуострове но так мы не можем сомневаться всех ставить по то что они обманули а с какой целью не знаю на просто на них накинуть полок лжи так не делается я понял это это надо иметь оправдание какое-то этому ничего здесь не сокрыто это открыто дело в общем что наше летоисчисление было придумано искусственно наш это какое ну я имею ввиду сегодняшний 2014 год вот как дело было во времена златоуста василия великого все еще летоисчисление шло от диоклетиана гонителя христиан эра диоклетиана называлась эра диоклетиана а вот когда стали высчитывать пасхалию каноны показывали каждый год два раза нужно было заранее оповещать в церквах когда будет пасха потому что пасха она была не в числе рождество то все спрашивают седьмого почему пасха плавает по раньше то позже то потому что у пасхи четыре условия которые нужно соблюдать когда христа распяли было весеннее равнодельствие когда день равен ночи но а так как это было пророчество рождение пророчества такого не было поэтому было сказано это было в полнолуние а луна это 28 дней в этом 6 часов 28 полнолуния 14 значит когда христа распяли было полнолуние и до пасхи три дня так вот сегодня чтобы пасху высчитать нужно или весеннее равноденствие потому что день равен ночи будет еще и сентябре 21 сентября весеннее равноденствие надо даже чтобы полнолуние было по 14 луна то туда-сюда плавает и от ее от полнолуния не менее трех дней до пасхи а если полнолуние было в субботу то пропускает это воскресенье в следующем больше может но не меньше видите как четыре условия и поэтому пасхали высчитывали далеко не каждый это было поручено дионисию малому запишите дионисий малый звать его монах ему было поручено он грамотный был монах ученый он рассчитывал пасхали дионисий малый через те дефис пишется дионисий малый и он как таблицу менделеева там раскладывал и смотрел и потом вдруг заметил что начинается повторение и полностью все совпадает опять круг закончился этот круг 532 года он снова считает считает нормально 532 года проходит опять по новой возвращается опять 14 апреля 27 1 мая и вот так все идет и он это сделал докладную записку я там синоди и говорит я обраб на обнаружил закономерность а чем она связан никто не знал и тогда решили это не божий ли перс указывает что 532 года назад христос родился и следующий год уже стали считать 533 а это ни на чем не основано он просто не знал что цикл луны 28 9 19 лунный солнечный надо умножать друг на друга и цифра 532 он не знал этого это это понимаете это солнечный и лунный цикл и поэтому ошибка была изначально взята произвольно но никто не знал ее но раскопки показали что ошибка была в 4 года вот и все а ты скажешь а я не верю да и не верю на спасение это не влияет вы будете считать что сегодня первый год от рождества христова но в этой сами не поверите ну да понятно дело в том что вот я как бы чему я не хочу ни к чему как бы естественно я просто говорю то что слышал и пытаюсь понять для себя узнать чего оттавкиваться герман стерлигом рассказывает о раввине акибе вы такого слышали герман у меня на форуме все есть бредня он неверующий человек что вы слушаете он никого не признает церкви нет никакой он один один и где-то епископ он лжет он награбил эти деньги на крови людей а теперь сиганул в сторону теперь боится что кто-то у него не попросил он все считают патриархия никакая к старобрястам примкнул маленько побыл ушел потому что видимо стали просить на храм деньги его понять можно да умный человек он там говорит как питаться как пахать как печки топить вот пусть этим и занимается он вовремя успел отскочить сторону башку не отрезали но не знаю я я туда не влази конечно но просто не какой он совершенно не верит у него ничего нету библия переведена неправильно все неправильно только он правильно один а вот никакой он живет по-мирски и которые у него люди работают туркмены я говорит еще вот всех не спрашиваю то есть никакой нет у него даже одного человека друга нет настоящего но этого этого не знаю откуда вы знаете есть него другие настоящие это он говорит он а никого нигде нету один один он где-то епископ есть а кому не говорит никого нету чтобы я епископа прятал то ты скажешь а я мне не нравится патриарх кирилл это твое дело то не сахарная баба чтобы любить ты скажешь не нравится папа римский но есть еще три григориана армянской коптка и сирская те которые называются церковь сохранили рукоположение православия католицизм григориана армянская апостолическая копты и сирийцы вот 5 все за этим ничего нету дальше дальше нету все остальные сектанты проще это вы думаете а у него никого нету нигде не может решить совсем на днях мой племянник к нему ездил родной мой племянник у него был ничего не может сказать почему я видел я смотрел это видео кажется насколько понимаю он вы спрашивали ну как передал книги ему или нет ну вот я смотрел это видео и но он сказал так что я в принципе понял его сразу что я же тоже его германа бывают и он сказал так что с ним сложно ну как бы что-то не доказывать как-то пытаться поговорить за более открыто почему потому что он оперирует какими-то постоянно цифрами фактами которые тоже как бы говорит о том что это все есть все открыто что именно открыто но скажите смотрите допустим тоже проблем при правлении петра когда он урезал восемь лет это же был или нет документ такой есть не было ни дня он только перевел на новое это все знают что не было он открыто он с такой уверенностью врет что вы ему даже верите и подождите у него знания другие совсем он говорит не то что думает за германа стерлигова я молюсь каждый день его имя приношу перед богом чтобы бог его мозги вправил он хороший человек хороший вовремя успел отскочить умный человек но никакой как христианин он никакой он как цыган вот вы знаете я когда его услышал не так случилось то я его услышал вообще как какой-то весть о том чтобы задуматься своей жизни чем ты живешь его что ты веришь честно говоря к этому пришел через него я вам честно говорю потому что я я до этого до этого вообще был атеистом и безбожниками вообще ничего не понимал куда иду зачем я нужен а задаваться такими вопросами борта вообще не трогать я начал пусть то как его послушал что-то все таки он дает и немало он дает им одно что он вас вне церкви в ад приведет жима один священник не признают никто нигде потому что он отрицает всякую благодать он не понимает что такое водительство духом святым рождения свыше он никуда не приведете на кроме как преисподнюю вы не найдете ни одного священника ни одного и здесь не за рубежом который его одобряет он еще он герман плетет и плетет он еще не доказуемо он сказал сколько-то ты поверил да он может доказывать доказывать на пустоте на проститься а возражать ему как возражать он привык разговаривать как имеющий власть деньгами если он не считал в руках ни одной книги даже не держал о чем говорит он смело дальше говорит и человека забивает а знание у него в этом никакого нету он по библии еще не может сказать два три слова а что по библии его не обещал он ее не принимает ему надо куда-то в древность залезть и он уже вам эту заразу привил вы уже туба силу получили от него и вы не придете вы не будете знать христа что такое быть движимым духом божиим что такое настоящая молитва у ничего вам этого не даст он заблокировал вас уже вам нужно раскаиваться что вы знали с ним это абсолютно бездуховный человек смысле спасения более вредно чем атеист там сразу тебе открыто бог есть ты посмотрел на деревья на птиц а здесь нет он говорит бог есть это хитрость сатаны вот знаете есть рассказ такой когда сатана но обычно на стадионе бесы собрались и держат совет как погубить людей но один вышел и говорит я буду говорить бога нет но атеизм вот она как это конечно здорово ну счастье на земле государство справедливость но люди то будут видеть над нами как во франции один горит но небо нам оставить и оставить а мы бога по звездам найдем ну как варвара великому щит ну кто сотворил то не идол же деревянное то другой без говорит я буду говорит бог есть но мы не знаем его что вот это герман стерлигов вот это без него в этот вошел он он одержимый этим духом лжи а никто не знает почему библии нету библии считать эту не надо переведено неправильно а он не знает ничего что правильно неправильно то он не доверяет никому он может быть доверяет но он говорит неправду умышленную неправду он говорит с таким опломбом а когда начинаешь дальше разбирать лишь он не читал книгу в глаза не видал я там внимательно занимаюсь у меня есть на это данные я проверяю что он говорит смотрю по книгам думаю остап бендер с бородой и тем не менее и при этом он вас называет ритикон ну а ему как адреса потому что в моих словах самое большое ему обличение и поэтому для него вся патриархия и еретики старобрядцы это не церковь зарубежно не церковь то есть он везде находит одних обличителей против самого себя он ни одной моей книги не считал его все у меня на форуме стоит герман серлигов заряди там все его труды все а моего у него ничего нету он не знает а тот как дворкин я дворкина все прочитал смотрю рассуждаю и говорю за моими книгами такой дьякон андрей кураев он приезжал они если него они его не знают прежде чем вот вчера меня задали один вопрос очень редкий случай такой на который я сказал я даю данные другие но не свои а если хочешь узнать больше я отсылаю к человеку который знает это англиканская церковь она имеет ли истинно рукоположение я говорю до революции готовилось объединение из англиканц прилижу приезжала к нам женщина ксения дэннон директор кэстонского института ксения дэннон очень хорошая женщина и вот мы говорили с ней а она доказывает что рукоположение было тогда это настоящая церковь но или революция помешала или так уже от господа бога было но пока неизвестно я говорю рукоположение то есть церковью это католики православная и григория армян и копты и сирийцы все за этим ничего нету больше это только секты ереси разное они может быть и спасутся я не знаю это бог спасает но они не церковь церкви должен быть епископат и не один всемирная церковь у германа серлигов этого нету нигде он не понимает вселенской церкви дня пятидесятницы рождение свыше у него никакого понятия нету любой баптист выше его намного он знает там что надо признать себя грешником обращения он не имеет но он знает хотя бы герман он не причащается ему негде причащать скажите на технич а возможно ли такое вообще я понимаю но наверняка ответ уже я слышу знаю какой будет но все-таки не ради каких-то пустых слов или там показательств показательных действий возможно ли какие-то вообще встречи и прения ну на нормальной основе без вообще с германом возможно возможно я говорю невозможно потому что основании бред не его нельзя беседовать я беседую только на основании святой библии и понять это очень хорошо пишите первое что я его спрошу верит ли он что люди воскреснут из мертвых и будет суд божий он скажет да да я знаю как он ответит но надо чтобы он открыто ответил это все сделаем под запись второе знаем ли мы на земле на земле можем ли сегодня знать какие вопросы на этом экзамене будут задаваться бог будет судить что будет спрашивать и это подтвердить надо божьим словом я знаю какой ответ его будет какие вопросы вы знаете я знаю я знаю он не он не знает это экзамен не может того больше чтобы человек не знал какие будут вопросы задавать на экзамене ты идешь сдавать права на машину ты знаешь ученик готовится в институт он знает потом почему его требуется химия ему говорят по русскому языку и по литературе и иностранный язык там или что-то герман не знает этого я ему отвечу где евангелие от иоанна 12 48 запишите вот такие вопросы бог будет задавать дальше евангелие от иоанна я сейчас вам буду по порядку считать какие вопросы а вы записываете евангелие от иоанна 3 глава 5 стих иисус сказал в ответ истина истина говорю тебе если кто не родится свыше не может увидеть царствие божие то есть он не то что не войдет он мытарство даже не проходит он сразу ват летит рождение свыше он герман не знает этого рожденный свыше имеет страх божий у него страха то никакого нету он не понимает это обородил понял правильно дальше он не идет он не понимает это потому что это на другом уровне надо родиться свыше они ходим а что в утробу матери зайти надо он по-человечески рассуждает то все у германа духовного рассуждения и какого нигде нету совершенно даже как-то пить а я пищник 40 лет пищи делал то я считаю это смеюся он меня учит как пищи делать он только не учит еще может быть как правильно рожать жилу свою она без него поправляется пока вот теперь 1248 евангелие от иоанна написано так иисус христос говорит я не сужу вас слово которое я говорю она будет судить его в последний день его слово божье и по нему по слову божью будет суть другого ни одного вопроса не будет задано и поэтому я должен сейчас всю жизнь все знания переживания все подчинить имение свое подчинить одному чтобы все ваше было во свете библии вот у меня все материалы называются все книги во свете библии чтобы на все смотреть открытым оком у него нету он это говорит буровец что он не думает отвечать завтра другое скажет вот говори ягод раньше думал так а теперь так то что все время меняет тактику если его где-то кто-то попросит видимо рубль там сразу бежит в сторону я упал на думаю почему так делает он должен сначала раздать свое имение продать и тогда следует за христом вот так он не пойдет на это я вас услышал спрошите его скажи он десятину платит с первого дня как уверовал и когда он уверовал как он уверовал и у меня написано в книгах как я обратился как я уверовал мое рождение свыше подтвердят все православные католики сектанты все настолько она явно и очевидно что я когда встал с колен я был другой я сам на себя смотрю другими глазами не трудно поверишь это я такая разительная перемена когда стал шел в дамаск убивать христиан хватать их то он упал от света и когда встал он ослеп и стал другим он вот плохо видел но его господь хорошо ослепил чтобы он прозрел и он зато он говорит он не знал кем быть он очень умный человек умный но дьявол умнее его смотри там все понятно а вы скажете он еретик да не еретик он не верующий просто еретик это когда что-то искажает он совсем не принимает это не еретик в данном случае он хуже яговистов я с ними хотя могу где-то разговаривать даже по новому переводу то не перевод а просто книга но я легко могу беседовать с католиками с григорина с ним нельзя беседовать то потому что я ему привожу ответы слова божие по которому на страшном суде все люди до одного от адама до антихриста будут судимы а герман это нипочем они правильно переведена а ему надо или советинский он тебе такую или совету подсунет и не прощихать всю жизнь это зараза снова устроил в душах людей вавилон вавилонская башня вавилонская башня где бог смешал языки и люди не понимали друг друга а день пятидесятницы наоборот все понимали когда апостолы говорили понимали а он теперь библия которая сама его обещает его каждый стих библи обещает поэтому она не нужна переведена неправильно теперь задайте ему вопрос скажите евангелие от яна переведите правильно но ясно что переводить надо с оригинала не сарафанное радио что перевели на греческий от греческого на латинский а с латынского к нам ну знаете как сарафанное радио садятся допустим 23 человека и я на ухо сказал тот тому тобой тот когда последних тебе пришло совсем не то потому что неправильно слышно и 3 он передает как правильно добавляет свое неправильно я понял понял вот основание у него нет столпа нет стержня и с ним нельзя беседовать и на технише скажите а вот перевод септуагенты 70 это как вообще это куда ну как он на греческом языке тоже не на русском ну вот лицевой свод который он раздает это перевод 70 не лицевой свод а библия библия именно библейская история вот этот ветхий завет ветхий завет переведем с еврейского ну да здесь а матфея евангелие от материя сарамейского уже обновленный язык а остальное греческого потому что на еврейском еще и не все и было писали то они то что до нас дошло самый древний который есть отрывок это 136 год так что многое сверяли по святым отцам которые еще имели эти оригиналы имели тогда допустим мы считаем евангелие от матфея вот я сейчас открываю его чтобы вам это было понятно так так поселился на завете так надо ангел господь явился подождите-ка я сейчас минутку под покажу вам дальше поставив ли им вот считаем и 21 стих вторая глава евангелие от матфея запишите 23 стих 23 сразу прочитаю и придя поселился в городе называемом назарет да сбои сорещенное через пророков во множестве что он назареем наречется матфей знал что было несколько книг пророческих в которых было сказано что назареем наречется сегодня ни одной книги этой нету нигде этого нету а почему ян златоуз говорит а ты не спрашивай почему потому что много еврея уничтожили сами уничтожали пророков вместе с книгами откуда известно иеремия 36 глава запишите пророк иеремия 36 глава царь языки царь седекия когда ему принесли свиток иеремии он сидел в это время была зима уже ровнее когда ему считали он прочитывали один куплет там стих он его отрезал мужички в огонь бросал следующий так а керемии пришли сказали царь-то сжег ничего ничего бог ему снова дал и дописал еще и то что он сделал вот так бог говорит я бодрствую над словами так минутку подождите так говори договори да да можно и так немножко у нас не пропадет все равно ну хорошо на недельку на нельку нам хватит пожалуйста но давай берли на не двое тебе дам больше 20 ну да ты достойно там поморись что-то наши документы застряли это сангрии сангрии связано ждем сегодня будет проверка с богом так слушаю так по поводу иеремии я услышал и услышали что уничтожались и хотя и в евангелие смотри пишет у пророков сказано на самом деле ни одного пророка этого нету 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 не нет таких пророков а где ссылка делается на книга судьи просто самсона это про самсона не про христа чтобы что-то говорить нужно иметь абсолютно точное знание согласованное с канонами церкви и со святыми отцами и при том толкование которое ты придерживаешься она должно совпадать со всей библии ни одно место чтобы этому не противоречило посетанты верят что тысячелетнее царство будет и для того не будет а почему не будет но почему не будет потому и не будет что господь так установил она началась а не будет началось на голгофе откуда известно откуда известно и слов христа связан сатана на тысячу лет откровение 20 глав 4 стих но прочитали прочитали а где ну давайте вы не знаете где я не знаю но написано связан на тысячу лет момент связания это начало тысячелетнего царства я допустим взял сейчас узел завязал на тысячи лет а когда начало это тысячи лет ну когда я завязал а где она завязал там евреям 2 глава 14 стих герман не знает этого у него в башке мекина набита написано так и как дети дети верующие причастны плоти и крови вот это вот то и он иисус принял таковы ионы дабы смертью своей лишить силы имеющую державу смерти то есть дьявола где он лишил смертью где смертью и смерть поправ что доказывать то да где он его лишил но ты считай в 18 и 16 главы евангелия от матфея как может сильно расхитить вещи сильного если прежде не свяжет его иисус сходил в преисподнюю но это все признают да сходил а как бы он вывел души если сатану не связал значит он его связал а как он действует а ты не что он действует ты сначала по библии узнай а потом увидишь как он где он связанный он на цепи собака она она может укусить а ты не подходи а иначе зачем бы мы молились избави нас от лукавого помолить и он избавляется избавляется а ветхом завете ветхом завете не так весь мир был подвержен падению известно начинает откуда известно из библии святой библии больше мы ниоткуда узнавать если о боге мы что-то знаем только то что написано в библии больше мы ничего не знаем поэтому на соборах всегда решали какое место священного описания подтверждает твою мысль доказательства если не доказано вот я скажу когда это было вчера мы идем с сестрой я вижу идут женщины так как-то маленько отличается других игр это свидетели иеговы так и есть они увидели нас поворачивает а мы к ним подошли поздоровались а вот мы идем я вот так вы наверно такие да 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 я говорю у вас библия с собой если она достает я смотрю ахшар я говорю я найду я открыл дак это не библия это у вас новости мирный перевод да да так это не перевод этот это это в это попадает герман стерлигов он не знает и берет игру в англии подали на них суд шестеро переводчиков было пятеро не могли ни одного слова перевести а шестой предложение не мог перевести некоторые слова только знал ты ни одного нет перевозчика шон мог поэтому они все места где не сходятся дрибли они все переделали все если написано 3 они пишут 1 написано небе 3 они троицу не признают буду германа стерлиг вот только то правильно что с его мозгами или с его выдумкой сходится умный человек он не может это верить он придумаю сам люди да вы начинают доказать ему ничего нельзя доказывать герман недоказуемый о нем только молиться можно я я услышал почему потому что я трачу время ежедневно ночью днем молюсь за него поливой на технич а вот ветхом завете мне просто интересные моменты как вы их растолковывается для себя просто чтобы понимать либо тут надо читать и просто кушать как есть скажем где речь идет о том что бог посадил дилеру древо познания добра и зла и древо жизни мне вот вопрос как бы интересно может быть ну как каково было предназначение как таковых этих двух деревьев в том саду вообще для чего не нужны были там деревья человек питался с них нет но почему именно это древо но есть его посадил бог наказал заповедовал не есть него ну да а если бы не посадил адам бы попросил святые танцы да конечно господи дай что-то такое чтоб я на чем-то мог показать верность тебе ему нужен был момент верности доказать я люблю тебя господи и хочу доказать и господь ему сказал поэтому адам легко понял нельзя его хотел сказать не прикасайся видимо она потянулась рукой а не прикасать ему бог не говорил вот и все это заранее запрограммированная режиссура с неба идет бог сотворил мир я за того говорит так ну люди говорят дьявол выпросил рот человеческий но зачем дал так разрешите так говори разгрузился или грузится разгружается благополучно было у него но мы молились слава христу поблагодарю его пока осенью придем разберемся но хороший хороший он он мне понравился ну и все пускай пересчитает примерно 504 должно быть как витал витур я сделал заказ проследить эту диппочту дипломатическая почта которые ушли а не поэток поэтому канал угодят а это не просто с почты говорит спецпочта наши документы они до должны прийти но пока нет мы узнаем сегодня вечером будет разбираться и потом с ними завтра созвониться но может быть и так может три недели ну чё они они на эту цифру то не смотрят они берут просто конечный счет чтобы когда люди будут иметь претензии вам сказали не раньше поэтому они могут и раньше прийти но не дать знать все пока пока все идет по графику мы будем усиливать молиться просто все с богом у нас задача сначала нашей книги заслать нужно перестань баланс центр россии за москву прошлом году у нас ставка была город шахта ростовской области поэтому пятнадцать государств прошлом году прошли 6 мусульманских республик и поэтому каждую неделю мы возвращаемся не считая дальнего зарубежья загружаемся 25 экземпляров каждый экземпляр 31 килограмм это 38 книг и тогда мы за неделю должны посетить 25 мест возвращаемся загрузились питание забираем книги и опять и мы где-то 7 раз должны пройти прийти на место ставки и только сейчас мы послали книги и уже сейчас в данный момент их разгружают окол москвы чтобы нам можно было дойти до самой украины до польши польша польша горю украина прошлом году у нас вся была вдоль и поперек изъезжены и крым прошли мы и везде встречи везде в каждой библиотеке есть книги это долгосрочная программа герман то ничего не делать он не благовестник не никакой и дети по всему миру дает с его то средствами тут мир можно перевернуть то у меня пенсия пять тысяч пятьсот пять тысяч пятьсот рублей больше у меня ничего нету мы с германом на разных этажах стоим то если бы он знал слово божие то он разве сегодня мог бы говорить кого-то там еретики и проще он бы день и ночь рыдал это лбом землю бился он десятину пусть платит десятина это состав рублей десятка принадлежит богу вот пускаются своих миллионов отстегнет туда с миллиардов с этих подождите еще раз надо так говори давай ну еще бить ты узнал что нет причина какая в Новосибирске в Москве в Англии прямо ну и что так ты запроси их пожалуйста скажите когда у вас придут на нас троих перечислить они нас хорошо запомнили я им подарок дал Новый Завет и если только вы ждете их после 27 сразу дать им знать пусть они немедленно дадут в москву чтобы они не выпускали из москвы мы их там возьмем но если мы туда выйдем ясно дело что катастрофа Витенька добейся как будто ты с нами в вязанке идешь я то ничего не могу сделать и меня уведомляй груз наш дошел разгружает сейчас так и передали позвонили пожалуйста мы очень беспокоимся очень потому что шенген для нас выпал из рук отошел работа такая вот по слову Божию если бы Герман я ему мог говорить я бы сказал ты читай Малахия вот давайте я вам сейчас прочитаю чтобы это было понятно посмотрите книга пророка Малахии записывайте себе книга пророка Малахии вот вторая глава так ну здесь говорится о священниках заповедь какой не послушайтесь не примите к сердцу и далее говорит третья глава восьмой стих тревоги можно ли человеку обкрадывать Бога а вы обкрадываете меня скажете чем мы обкрадываем тебя с большой буквы Бог отвечает десятиной и приношениями проклятием вы прокляты потому что вы весь народ обкрадываете меня и если Герман не платил десятину он проклятый он даже не знает этого принесите все десятины в домохранилище чтобы в доме моем была пища и хотя в этом испытайте меня говорит Господь Савов не открою ли для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас земные плоды повторяю у меня пенсия минимальная почему мне не давали работать когда Герман делал деньги в это время я обмерил тюрьмы за слово Божие у меня запрещали тюрьмы и лагерь так что мы неравные с ним ему решать еретик у него все до единого еретики сам Христос еретик у него Библия еретическая он просто как сумасшедший ведет себя он в Барнауле был как ему было интересно встретиться-то я приезжаю в каком городе о ком-то слышал даже еретик я все равно постараюсь встретиться с ним я буду стоять у дверей его чтобы понять что это за человек как я могу полезное взять от него я приехал в Азербайджан в доме Муллы в доме Муллы ночуем беседуем и все это в интернет выставлено он не пойдет на это ему голова дорога я когда услышал что нужно платить десятину в это время я работал на корабле учился в мироходном училище высшем добиваясь разрешения сдать 3 курса за год на английском французском или немецком все предметы значит у меня что-то было здесь но в это время Бог меня коснулся и в руки мне попала Библия и я покаялся все остальное я бросил в подпол но я услышал что нужна десятина во мне ревность возгорелась это Бог благословляет я сказал я буду платить 9 десятин я так прожил 50 лет со 100 заработанных 990 отдаю на дело Божье напишут о ней книг Евангелии которые раздаются по всему союзу у Германа другая жизнь совсем-то ну ладно я не к сравнению я не к сравнению я все вас понял я вас услышал я объясню что мы за последние только где-то 2 года подарили а у меня пенсия 5500 рублей запомните 5500 мы подарили книг на 7 миллионов 150 тысяч ну я одно дело что это не мои деньги это Бог дает при том люди совершенно мне незнакомые по интернету спрашивают можно нет переслать деньги я от людей не прячусь люди на меня деньги дают а Герман наоборот прячется чтобы у него не попросили это совершенно разное мы диаметрально противоположны 9 десятин поэтому я всегда работал на 2-3 работах у меня выработка была 300% потому что мне надо жить а жить так я должен что-то иметь он не знает это я просто говорю чтобы он маленько следил за языком своим Игнать Ильич все я вас понял прекрасно слышу мне все становится понятным я больше хотел по Ветхому Завету чуть-чуть спросить когда сказано не прострет руку свою Адам к древу познания жизни и дабы не стал одним из нас это как бессмертным то есть он не мог покуситься и не имел права на то чтобы я понял потому что грешник должен умирать грешник стареет и представьте что наши родители теперь не умирает это гниют прапрапрадеды все лежат на койках смерть это благо Иоанн Златоуз говорит благо и потоп это благо это Бог которому имя любовь потопил мир и какая причина я заканчиваю эту мысль смотрите дьявол как бы просит но я тоже мог бы сделать а где это известно Исаия 14 глава запишите книга пророка Исаия 14 глава и книга Иезекииля пророка 28 глава о сатане в скобках поставьте и откровение 12 глава 13 апокалипсис вот этого вам достаточно будет и Господь ему сатана говорит я тоже бы сделал я тоже его построил тоже как рай в раю как коммунисты и Бог ему дает пожалуйста делай но только души его не касается книга Ио первая глава только души его не трогай и дьявол делает лепит и у него все рушится он берет грязь от ищели замазает порох Иеремия об этом говорит и наконец рушится а ангелы смотрят и ангелы рукоплещут опять еще не получилось он дьяволу Бог дает а он мучает людей а люди то в рай идут если я благодарю Бога я буду мученик у меня особая слава будет недавно я с одним познакомился он парализованный лежит Сергей я смотрел ролики с вас ваши беседы он очень прозрительный он только познакомился он говорит я вас понял вы хотите быть мучеником я исповедник я сидел это исповедник я хочу быть мучеником но я не лезу на это поэтому мы идем через Турцию я сейчас думаю попадем нет в Иран это мусульманские страны для меня это не препятствие почему мой Бог мой Бог он знает но я должен волю Божию знать я постоянно молюсь я может читали где что у меня эпиграф сейчас Псалом 118 запишите его Псалом 118 а да 154 стих человеческие вымыслы ненавижу закон это 113 а это 164 стих 7 кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей 7 кратно в день вот пускай Герман 7 раз становится на молитву и на каждой молитве не меньше 100 поклонов у него давайте оставим Герману я вам говорю когда будете знать пускай он зайдет на эту дорожку тогда у него эти бреди из башки то уйдут все он будет смотреть в Библию что говорит Святая Библия а он как Библию отверг она плохо переведена как у старых бряцов двумя ей нельзя считать а с одной нет он отвергает он отвергает то что было переведено после Равина Акибы переводы вот этих он об этом говорит Равин ему помог деньги заграбить Игнать Тихонович Игнать Тихонович вы знаете настолько все открыто Библия это основа основ на Библии миллионы миллионы людей нашли Христа а Герман пришел Герману не надо эту Библию признают католики все все православные повторяю еще раз все протестанты а Герман не признает он много знает это надмене ума и знаете Тихонович у меня есть я хотел поделиться спросить вообще как вы это воспринимаете вот такая у меня Библия есть но сейчас я сейчас вам прочту вот здесь есть от руки написано я сейчас прочту что здесь написано Проханов ну-ну это Иван Степанович Проханов это евангельские христиане назывались он был поэт он технарь был технический мастер я его очень хорошо знаю и что ну сказано что скажет он вам так то и делайте Иван 2.5 да экземпляр первый изданный не синодом а свободной христианской организации Библии в России 29 сентября 1926 год ну что он синодального перевода вот это вот это синодального перевода я не знаю одно предложение просчитали уже синодальный перевод ну по порядку откройте любую главу считайте я сразу скажу синодальный не синодальный ну скажем и создал бог зверей земных породу их и скот породу его и всех гадов земных породы и увидел бог что это хорошо синодальный теперь откройте новый завет что-то на выбор сейчас это издание то есть книгу издали они в своей типографии я понял ну вот это от Матфея допустим 27 глава 24 давайте ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада так будет пришествие сына человеческого еще дальше ибо где будет труп там соберутся орлы и вдруг после скорби дней тех солнце померкнет и луна не даст света своего синодальный все дословно дословно сходится ну хорошо это синодальный просто издали они сами это ну правильно что указали но они должны были в скобках показать синодального перевода но они наоборот тут как бы в его подписи сказано о том что изданный не синодом но я так понимаю что просто не той как бы редакции какая-то самостоятельная редакция общества не редакция а типография типография но они взяли оттуда и все верно синхронно я понял вот так вот еще знаете я вот считаю а вы знаете почему для Германа недорогой этот синодальный период потому что ни одного предложения наизусть не знает его разницы никакой нет я знаю наизусть что знаю и для всех кто этим живет для него это дорого а для него разницы никакой нет почему хоть так хоть так а так как это обличает его по боку а буду говорить то что непонятно никому вот смотрите Игнать Тихонович я опять хочу просто поделиться вы просто поймите меня правильно я не пытаюсь ничего как бы выгораживать или еще что-то подобное вот читаю я брал вот эту библию начал читать ветхий завет ну сначала и читать также библейскую историю которую общество любителей Герма Стервиков раздает значит читаю дохожу до места где пророчествуют 12 коленных сыновей Израиля да 49 глава бытие может быть они поменяли местами но когда я читаю по порядку здесь в том месте когда там в том варианте на древнеславянском идет рассказывается говорится о том что когда они пророчествуют в этой библии синодальном переводе этого места нет то есть он либо перемещен куда-то в другом месте получается не знаю потому что у меня перед глазами нету тем более вы которые имеете в этой книге в этой библии нет 11 книг они их выбросили 11 книг не хватает вот в этой да в этой книге 11 книг и 3 глав а почему так а где они потому что это сектанты это не православных полная то есть у вас библия есть полная с 11 книгами да в любом православном храме это не православное издание это канонически есть 11 неканонических это соломоновые книги премудрость соломона премудрость ирахова вторая третья книга ездры здесь нету посмотрите три книги маховейские нету последняя книга малахи в ветхом завете так сейчас вот малахи а потом новый завет так да 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 11 книг они просто выкинули по безумию своему ну тут есть вот книга притчи соломоновых экклезиасты и проповедника да книга песни песни больше нету ничего а где премудрость соломона книга премудрость соломона еще есть ну так у вас это есть да это в любой библии есть которая в православных храмах это не православное православное за 2000 лет ни разу не издали что было 39 книг в ветхом завете 50 книг а в новом 27 всего 77 а они подвели по цифру 66 вот и думай случайно это или нет а они это кто а протестанты протестанты баптиисты адвентисты они взяли православные а эти книги просто вырвали и все вырвали просто вырвали и бросили на пол а я их подобрал и переплел прям на кафедре стоял присвитер вот так вот отодрал их и бросил на пол а сестра одна там подобрала меня дала я переплетчик я реставратор по какому научению он это сделал сатаны сатаны только сатаны потому что эти книги они на них проповедует Иоанн Златоуст все святые отцы проповедуют они указаны я даже скажу в каких канонах указаны если хотите прям сейчас назову эти книги должны быть прям минутку буквально я сейчас открою так минуточку сейчас я подскажу вам открою книги они не открываются плохо у меня тормозит очень сильно не открыл вот она будет открываться пока давайте о чем-то говорить она откроет закроет наше видео какие именно соборы ладий киевский какой карфагенский мне надо просто смотреть какое именно правило вот открылось так Новый Завет минутку для Слова Божьего симфонии не канонические давайте записывайте все вскрываю вскрываю это я их издал симфонию на эти книги на 11 книг людям не верится что это можно было издать да они изданы так вот теперь смотрим смотрим и считаем неканоническими книгами сейчас я возьму увеличительное стекло и считаю вам постоянно пользуются цветы и отцы как я ватауз чтение неканонических книг рекомендовано по местными соборами ладий киевский правило 59 ладий киевский 60 ладий киевский собор это поместные соборы 59 60 карфагенский 33 карфагенский дальше апостольское правило 85 апостольское празднице дальше письмо афанасия ну это они уже можете о праздниках стихи григория богослова и амфилохия вот где говорится о том что этими книгами нужно церкви пользоваться и считать вы эти данные сохраняйте вам не каждый их подаст эти данные так вот я хотел вот еще спросить у вас есть все каноны собранные которых вы говорили сколько там 400 чем-то не соблюдают сейчас вообще да конечно вот об этом эти каноны у вас есть все где-то каноны книга правил она продается в церкви сейчас издали ее слава богу книга правил запишите книга правил правил апостольских поместных и вселенских соборов я на них три года отдал занимаюсь пусть герман три года позанимается правилами то ему подскажите если он занимался деньгами там как обман я дня не занимался я вот учить не буду я не знаю это просто я работаю кирпичи кладу весь в глине в саже Павел говорит хочу чтобы своими руками работали не обманывали там где-то бумаги составлять он же не руками заработал это грабеж поэтому ему думать есть о чем желаю чтобы работали своими руками что он заработал это рыбу он говорит что он раскаивается в том что раньше было раскаивается раскаяние действительно когда ты все возвращаешь и возвращаешь четверо а кто знает может он и возвращает тогда он не будет миллионером у него ничего не будет кого обидел воздам четверо он не знает совсем писание это это в доме Закхея когда Христос был Закхей говорит половину менее раздам а кого обидел воздам четверо пусть найдет кого обидел и воздам четверо это Бог так сказал если ты украл барана ты должен четыре барана отдать а не одного кого обидел а если быка украл то пять быков а почему тебе не надо чамкать Бог так указал он не знает писание совершенно люби ближнего как самого себя а как ты любишь ближнего когда у тебя миллиарды лежат а у другого по помойкам ходит и учителя со собой покончила кормить детей нечем он за это отвечать еще будет он весь в крови Игнат Тихонович хотел спросить еще по поводу вот места где Каин приносит дары Богу и как как именно произошло то что Господь указал на то что он согрешил получается в тот момент или что он сотворил неправильно в какой момент когда убил нет до убийства когда Господь сказал что ты опустил лицо свое если ты праведно делаешь приносит что праведно точно не помню дословно да 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 понятно зависть 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 то что он придрел рисует так у этого дым пошел кверху от Игнен кого-то по земле ну как-то надо показать но они как-то имели но это именно так Бог все-таки вверху не внизу считается и он принес жертву за грех ягнящую кровь а этот решил помидоры огурцы тыкву он не понимал даже что делает но он же был земледельцем ну да то есть он на обмен и принес а так и вышел он был додуматься до этого да нет додуматься до этого не надо было завидовать он посмотрел он как-то определил что Бог у него принял значит по этому определителю он легко определил что у него не принял и он тогда подошел бы и сказал Авель давай башня сделаем какой-то бартерную сделку как делают люди то где-то я у меня топор у тебя вещь давай сколько ты тратил экономически экономика то на этом основана просто надо понимать как а он этого не сделал у него видео мысль была такая Бог без жертвы жить не может а нас только двое жертву приносит я убью поневоле я один остался от кого-то надо принимать жертву от меня и примет это рассуждение это высокоумие а высокоумие это всегда от сатаны вот у Германа повторяю это высокоумие в любом вопросе он его поднимает и накручивает он смиренно должен принять вся церковь понимает так принимает Библию и он должен принять Библию а как я беседовать буду когда он главное не принимает он сейчас скажет я буду беседовать но только на том языке которого нет на земле на языке хетов а хеты исчезли его не разгадают или на састахам амураппи ну что я буду беседовать у него такой подход на дурака валяется люди лучшие переводчики переводили Библия переводится миллионы экземпляров а я не признаю а почему не признаешь конкретно потому что оно обречает его руки ваши полны крови очиститесь омойтесь и тогда придите и я Господь говорит очищу вас Исайя первая глава запишите себе ее Исайя первая глава вы простираете руки а я не вижу вас Господь говорит не слышу руки полны крови надо поститься а поститься как накорми у Бога и веди в дом твой накорми его одень его как у Евого книга Евого первая вторая глава книга Евого перед псалтырию Ев я ему прямой рецепт даю вот вы уже записали псалом 118 стих 164 ежедневно не менее 7 раз быть на молитве не менее а что один раз один раз это 3 святое и 100 поклонов а почему так ну это мое правило а ты себе сделай такое ну чтобы не меньше 7 минут цифру види вот и 7 раз становись в разное время пройдет часа полтора опять на молитву у меня есть вопросы которые я не могу ответить я не могу их ответить вот подъем всегда должен быть утром 4.40 а почему не знаю я просто знаю что это в 4.40 и вдруг я считаю мать Тереза Калькутская албанка католичка католичка и она лауреат Нобелевской премии она вставала в 4.40 а это сотни тысяч приверженцев которые в Индии там миллионы детей подняли живая святая почему в 4.40 недавно встречаю еще там монастырский устав я не знаю я не могу объяснить этого это просто внутреннее наитие я вот был в Америке и у меня зуб заболел ну повезли там врач говорит он из России там какой-то еврей и сразу кресло лакированное опрокинули посмотрел ну надо вырвать я говорю нет а если такие штифты вставляют а на них наращивают но у вас нельзя потому что у вас ниже десны надо чтобы обломок был выше десны я говорю и что вырывать только надо я говорю у меня нельзя вырывать а почему я в разных университетах веду занятия во всех отделах милиции воинских частях три радиопрограммы веду у меня памяти не будет он засмеялся что попало а при чем тут память я говорю я не знаю я не врач ну а при чем тут память я говорю я ответил я не знаю можете не спрашивать но это именно память отнимается зубами странно я всю жизнь работаю стоматологом и не слыхал я вернулся но у меня льгота зубы вставляют бесплатно я реабилитированный политзаключенный пришел зубы рвать я говорю это связано с памятью он говорит правильно связано но это большей частью с верхней челюстью я говорю а нижняя ну нижняя не так да все таки связано и вдруг я считаю шведские ученые лет 20 вели там исследование и нашли с каждым зубом какой процент памяти отнимается а мне говорят а как вы узнали не знаю я я просто не знаю и вот я считаю союз Аполлон готовили когда в космос то учили те учили там русский язык эти английский чтобы друг друга это понимать ну ускоренная система когда меня спрашивают а как вы изучали вот я английский четыре с лишним месяца немецкий у меня шесть месяцев первый язык я у немцев выступал говорил в собраниях проповеди французский занялся испанским в Латвию приехал меньше трех месяцев а в школе не было вообще иностранного языка а какой метод метод который я увидел у космонавтов у них самый современный а я самостоятельно дошел до этого я просто открыл этот метод в армии был в это время открылось и в чем он заключается ну с чем заключается найдите у них программу посмотрите понимаете как это я не могу объяснить это это просто дано мне дано и все вера а как вера я был маленький вот сейчас говорят вот я начальник детского лагеря я основатель детского лагеря 41 42 год нынче он работает еще конечно православный трудовой лагерь тысячи детей подняты без помощи государства ни рубляки государства не было ну пускай каждый занимается герман этим то пускай организуют детские лагеря и проще тогда у него болтовни то меньше будет ему некогда будет трепать языком то я выпрашиваю я выпрашиваю волга ноги кормят я достаю муки пшена там достаю выступаю перед бизнесменами достал там специально тестомес свои пищи там сделаны я должен заботиться как прокормить обслугу сам нигде никто ни копейки не получает чужие дети из едовов мне зачем это надо я только в одной тюрьме 17 лет работаю бесплатно собираем все необходимое для них зачем мне это надо достаю динамики один раз сразу 56 динамиков принес установишь выступаю по рации пусть он этим занимается Герман но я то выпрашиваю все я выпрашиваю везде хожу и выпрашиваю и тут же прям люди дают и сразу приносят не ко мне а туда приносят на студию или куда-то меня ни один человек в мире не скажет что я хоть один рубль присвоил себе меня в Америке не могли даже одной порции мороженого накормить рваные носки не могли заменить на мне у меня другая жизнь и поэтому Германа я отлично понимаю он меня не может понимать потому что на эту ступеньку ему трудно опуститься он обо мне услыхал да он бы сказал да я тебе сейчас 100 миллионов дам даже разговаривать не буду а он он еретик я еретик а в моем доме столько пришлось сектантов которые православными батюшками стали в моем доме больше нигде в России этого не было как выступает Андрей Кураев а вы знаете кто самый выдающийся миссионер современности и называет меня я себя таким не считаю Олег Стеняев выступает а самый такой продуктивный у кого больше всего людей приходит это Бог так делает а ты не мое это совершенно не мое это не мой уровень вот у меня сейчас готово к изданию готово они в интернете стоят 4 книги моих стихов написанных за 8 лет это 3467 стихотворений по 9 куплетов 4 тома по 800 страниц но я их никогда не издам потому что я не Герман подскажи им оставьте лучше не упоминайте пока сейчас вот издать надо и в каждой книге будет 160 страниц светных фотографий а так где мы за границей библиотеку где я проповедую в храмах мы несем слово Божие приходят новые люди новые люди Господь говорит идите по всему миру и проповедуйте Евангелие все твари я это услышал и поехал мы были в Владивостоке находки от Тихого океана до Атлантического от Черного моря Каспийского Азовского до Баренцева мне это надо ему это не надо Игнат Тихонович а вот я хотел спросить как быть с православием с московской патриархией если там не соблюдается столько даже при том же крещении мочен и все прочее как можно туда войти можно ли причащаться там вопрос-то вы понимаете какой задаете наверное не совсем не совсем а почему у вас фамилия Чебан что почему не Чебан а Чебан ну я сам из Молдании а что она означает ваше слово фамилия пастух правильно а у нас Чебан а буква да хоть и будь пастухом в православии пастырь и начни я все это высветил я показываю это и конкретно показываю это можно делать да я над этим тружусь уже не один год а 52-й год и сейчас уже по всей России строят купели в полное погружение это патриарх от меня сколько получал поехал на шеписк до этого был а патриарх спрашивает его а какие у вас отношения с Игнатием Латкиным а я козявка мошка перед ним и когда меня спрашивают в университете а что бы вы сделали когда были стали бы патриархом ну я говорю я патриарх в первую очередь не спорьте со мной а второе я на первую выйду все строительства храмов часовой все заморозить прекратить я слышал вашу версию что бы вы сделали у меня программа у меня четкая программа все храмы прекратить строить где взятые долги рассчитаться процентов чтобы ни одного не было второе в один день я открываю тысячу училищ тысячу училищ по подготовке миссионеров проповедников у нас только учителей нет а у меня есть я еще не патриарх я уже знаю где взять и они будут учить два вопроса только как любить Бога и любить Библию я уже договорился я еще не патриарх но я уже договорился у меня договор понимаете как дальше что сделали ну а дальше бы я сказал что все средства которые освободятся бросаем на издание новых заветов евангелий и всю Россию наполни евангелиями и чтобы все священники были крещены в полное погружение хоть одно неправильное крещение сразу запрещается и сам снимается все прекратилось бы эта зараза ну и к вечеру подыскать место где спрятать иначе церковная мафия уже убьет к утру самая страшная церковная мафия вот так дорогой друг Анатолий а вы знаете как Анатолий переводится восточный вроде именно так да кот и держись востока а восток наш с неба сошел Иисус восток большой буквы чтобы ты был Христов щеба вези но сначала действительно будь щебаном пастырем я в православии нахожусь вы скажете а что делать никуда я ни одного человека никуда не направляю только в храмы московской патриархии измените погоду там измените вот сейчас у нас был день деревни вы видели ролик ну самое последнее вот 11 числа у нас был день деревни потеряевки может быть у нас было 6 священников и диакон по благословению местного архиерея не смотрел еще по-моему а посмотрите посмотрите прям зайдите на наш видеоканал вы видеоканал знаете наш? да я подписан видеоканал видеоканал а там на нем найдете сразу потеряевки ну сколько там я не знаю может 10 роликов после этого поставили там заснято все как мы беседуем и до этого были священники надо работать а у нас в чем в стране делать Путин делает не ругай его помогай ругать очень для этого ума не надо никакого это который избирает некоторых критиковать нас Бог не поставил критиковать а поставил работать и Павел говорит работайте своими руками не о том как языком молотить а обмануть дабы было из чего уделять нуждающимся из чего вот у меня денег не хватало где-то я на вокзал бежал иду снег на крыше кому надо бросить дрова распилить валенки подшить пилу натащить книги переплести то есть я делал все что только можно делать у меня две собаки я дрессировавших собак кинолог и они работают в уголовном розыске я получаю за них деньги чтобы мне десятиной прокормиться я был неукротимый в этих работах ну в треске первое место держал по работе плотник каменщик психольщик у меня все время 280-300 процента была выработка Игнать Тихонович вот хотел спросить еще по поводу тех же абортов вообще что сейчас творится и что происходит на этом это просто тихий ужас и страх за время перестройки было совершено 120 миллионов абортов это государство погибло но ведь это да ну и об этом и что сегодня второе правило Василия Великого абортницы должны быть отпущены на 10 лет об этом вот как раз и говорит Максим Степаненко на буквы Б называет вы поняли кто женщины такие они ухватили что это не циндурное слово блять открой словами это показывает блядословие это означает пустословие это мошенник обманщик эти слова в словаре и эти слова написаны в Библии за которые вы беретесь афанастинская хоть какая посмотрите и там это слово стоит но люди этого не знают и они ухватились а это все он сказал незаконно которые детей рожают это другого названия у них нету но самое главное почему на него кинулись все что это церковные такие люди которые в церковь ходят они порог не должны переступать за один аборт 10 лет отущения от церкви правила Василия Львейкова номер 2 и все зараза кончилась они пускай делают за церковь они не церковные а они их причащают вот в это за это священники ответят а они делают но это выбор их а вот попробуют пускай они сделают это в мусульманской стране в Тунисе или где-то это смертная казнь у них они не делают у нас тут не делают у нас тут очень у нас этого не делают почему люди это знают мы их учим бабки они еще не понимают я не могу так сказать они не понимают у нас все понимают бабки у каждой Библии она ходит на занятия они задают вопросы я им отвечаю у нас есть книги которые они считают они могут рассказать как они пришли к Богу в общину это 15 том в моей книге на сайте когда найдете 15 том там 74 свидетельства священники этого не могут показать как кто пришел да никак ходил привыкал они не знают еще такой вопрос хотел задать вот вы наверное слышали о таком заболевании как диабет конечно инсулинозависимый когда человеку нужно колоть как минимум получается раз два три четыре четыре пять уколов в день но это как минимум ни одного не надо а вот как поступить я вам переведу только не смейтесь и не упадите ди по-гречески означает два обед два обета после молитвы и ничего не останется а ребенок как с ребенком выпросить у Бога милости вот ко мне когда в лагерь привозят детей я первым делом проверяю потому что лагерь трудовой больных мы не принимаем у нас только здорово но бывает издалека привезли не спасили приехали она как полотно бледное а что у ней спиной ствол пораженный говорит и она без таблеток я говорю я возьму только если все таблетки сейчас заунестежишь все до одной так она не может до утра прожить разворачивайтесь домой езжайте не мешайте мне некогда просто с вами ну а как мы решайте туда или сюда просто я с вами поговорю уже пять минут дыря потратил ну я тогда не знаю как родителям звоните согласны согласны она от меня поедет эта девочка ее никто не узнает она розовая у нее щеки налились я ей сделал льготу на солнышко не выходить но купаться когда это солнца нет она вместе со всеми наконец-то начала в теннис играть и наконец в футбол бегает уже пинает она поехала домой совершенно другая вот и все и ко мне приезжали неоднократно больные уехали все до одного здоровая я очень хороший врач а какой диабета вы встречались сталкивались с детьми которые были такие помирали даже помирали не у меня они я с ними был знаком и они не покорились их что-то там не знаю за что-то взяли в больницу или в КПЗ даже не могу сказать а уколов нет и он умер хороший человек я знаю его ну а можно без лекарства конечно можно ты доверься Богу написано асов взыскал врачей а не Господа так это плохо врачей хорошо 38 глава Серахов говорит что благоразумный человек не будет пренебрегирать врача понадобности в нем ибо иной раз и в его руках бывает успех иной раз но согрешающий да впадет в руки врача вот тебе вот резать кромсать согрешающе да как это ребенок я с детьми как раз и работаю у меня очень большой опыт ни день ни два а 42 год я детей знаю ну вот скажите допустим в моем случае возможно приехать с сыном к вам или никак или только в определенных условиях отказаться от всего конечно без лекарств можно приехать нынче мы дадим вам путевку я сейчас покажу где путевка выставлена в интернете и все трудовой лагерь в честь святого мученика Климента Анкирского это единственный человек на земле который 28 лет 11 месяцев был мучим не в тюрьме сидел а мучили терзали резали у него ни одной части тела не было это 312 год его замучили перед самым уже Константином Великим и он был сиротой и как он его усыновила когда мать его отдала своей подруге Софии и вот он маленький был и собирал детей которые были брошены при дороге был голод от страны Анкирской а мы именно такие мы взяли его как называется своим покровителем наш лагерь называется в честь Климента Анкирского он детей собирал а потом он стал епископом христианским ну 312 год это еще Диоклетиан был там в Легине и вот мы стараемся подражать меня не будет нынче в лагере не будет старшего воспитателя не будет он едет как режиссер как репортер понятно вот мы мы заканчиваем самое длительное самое тяжелое самое продолжительное самое дорогое путешествие нынче вот сейчас франции просят чтобы только я был у них 8 июня потому что много народу будет и вот в Англию обязательно чтобы успели 5 эти же желают здесь там в Финляндии готовятся с какого там шинба даже 28 график до того жесткий я должен успеть люди ждут что самое удивительное первый раз запрос церковь в Финляндии сделала патриархию и дали добро навстречу со мной обычно они меня как люто ненавидят а у них ничего нету против меня то мои книги то 12 лет они могли бы вызвать по книге они не могут ни одного слова найти в них против то чтобы по слову божию то а у нас принято так ну по вашим принято не будет бог судить то который дядя на дороге на асфальте стоит по его экзаменам я не буду сдавать водительские права а которые мне там дадут на суде божьем по слову божию во свете библии меня судите любой я пристану на суд не сгибаясь перед вами и вы даже не успеете рта раскрыть как господь вас уже обличит по библии судить бог будет на страшном суде и я понял это со страшного суда мне некуда будет свернуть я должен к нему готовиться у меня обращение было полное я с 5 лет готовился стать террористом я слышал слышал я как тренировался как стрелял как ножи металл отомстить за поруганную родину коммунистов резать моя биография как устава была но бог меня коснулся и я пал на землю и сказал делай как хочешь теперь бог показал тебя будут гнать тебя будут терзать тебя мучить у меня все руки выключены все но я живой я еще не вернулся из тюрьмы а прокурор умер следователь умер а я живу у меня 75 лет вот 10 июня будет а я еще бегаю дедушка попробуй меня назвать вот слава богу господь делает так я надеюсь на моего бога и вывышит это господь так устроил конечно как вопросы по описанию давайте по жизни ну вот по поводу ну вот я так понимаю что если вот насчет ребенка это получается просто надо отказаться от инсулина и все но перед этим перед тем как отказаться я когда говорю человеку не просто отказаться вы себя проверьте почему ребенок болен кое-что вам придется отстать это жена близкие которые люди вы вину ищите не в ребенке а в самом себе это что было для славы божией и когда вы на это дело решитесь посоветуйтесь со своим лечащим врачом ему скажите не просто так таблетки раз и выбросил вы дома вы отец и скажите меня научили и после того как у вас будет все положительное сходите к священнику в любой храм вы идете как к богу вот любое дело чтобы делать надо 4 вопроса решить пишите допустим вы решили не давать ребенку инсулин диабет у него жестокий диабет первое этим действием вот я не дам ему таблеток что я ищу временного или вечного вопрос временного или вечного ну ясное дело что ищешь временного ребенок вечно жить не будет временное то есть чтобы он жил 100 лет и не болел то есть ищешь для души или для тела второй вопрос что об этом говорит святая библия а для этого даже библию знать или познакомиться с человеком который знает ее третий вопрос что об этом говорит ваша совесть что об этом говорит ваша совесть а для этого совесть должна быть чистая не поврежденная не сожженная и четвертый вопрос то что вы сделаете не будет ли это во вред на соблазн кому-то во вред и на соблазн кому-то все решайте эти вопросы и поступайте как Бог покажет ну вот последним это практически ответ всегда есть это всегда кому-то будет во вред и на соблазн вот а вы найдите что это за человек кому это будет на соблазн это на вред и если я найду как мне поступать дальше дальше я вам уже показал впереди что сказал то уже берите теперь смотрите вы говорите во вред я с бабушкой разговариваю а у бабок один только лозунг ешь больше спи дольше поэтому как ребенок рожается бабок ликвидировать надо отсылать куда-то так вот вы теперь поговорите посмотрите кто над этим ребенком теперь ребенок уже привык что он больной и он что бы ни делал он этим уже прикрывается как щитом вы сами его делаете таким вот ко мне привозят ребенка ну я начальник лагеря у меня опыт громаднейший это 40 лет вы не забывайте что за мной враги смотрят против меня они однажды уголовное дело воздвигали и в прах были все разбиты и там поднимались и еврейская организация ВНСР и местная ГТРК и профессура я прижал осенью просил сатисфакции удовлетворения покаяния этого не было я подавал в суд и всех до одного разбил Господь и они платили давали опубликованное опровержение подрыв деловой репутации оскорбление личности и прочее а как вы поступаете на каждый выпад врага я серия ударов отвечаю потому что они главное дело губят не допуская до детей а где меня ударят я поставлю вторую щеку а где-то вот что-то там я начальник лагеря разрушить лагерь вот я допустим староста ну другого скажут убирайте да убирайте я и сам не держусь за это место и за такого человека нужно немедленно убрать я держусь меня убрать нельзя я уйду только тогда когда вы мне докажете что другой будет делать лучше меня я слишком дорожу этим делом у меня много должностей я попечитель попечитель общин а попечитель может быть тот кто сам страдал был в вузах в тюрьме за слово божие я у меня редкость попечитель то есть я должен смотреть чтобы никто не бедствовал у всех было в достатке больные роженицы я все должен держать на учете где-то далеко пожар был кого-то арестовали где-то в Москве в Душену в Санкт-Петербурге наши люди едут помогают библейское общество тут приехало мы всегда шестизначными цифрами помогаем а община маленькая как один человек вот тут-то Герман изгодился бы он один бы это все восполнил а мы последнее отдаем иной раз у меня даже сухаря нету перед Богом все это я на душе всегда радост я ни разу голодным не ложился обязательно кто-то что-то подсунет у меня трудно с компьютером прихожу пурга я иду из университета вот несколько лет назад стоит коробка заношу новый монитор современный кто принес по сегодняшний день не знаю другой приходит он программист прекрасный программист а вы все время не слушаетесь нас я говорю ну вы говорите такое чтобы я мог принять ну не могу я надеть вот купили костюм новый оно на мне как не сидит а я вот встану вот я весь заплатан это пришиты другие рукава другие заплаты это не мое я сейчас сойду чтобы вам показать вот допустим рубашка я рубашку сам зашил вот она где внизу черная белыми нитками вот она где потому что это истрепалось вот вот кончилось где-то это мое у меня валенки трехэтажные заплаты один серый другой белый я выйду снегом натру чтобы одинаково были по городу босиком иду босиком совершенно ни носков ничего нет и иду по асфальту по асфальту горячий асфальт я по городу в автобусе там еду босиком мне никакой нужды нету это моя жизнь ты считай там юродивый или как-то у меня во всем экономия вот сейчас у меня сегодня холодильник нечто ставит он холодильник тот немой я его выдернул уже лишнее чтоб копейки нигде не было вот я вышел сейчас растет щавель одувальщик репей крапива ну и чеснок тут подал и щавель я все это собрал порубил все готовлю сам нашел тут горох крупа манка гречка я все просто сыпал воды налил и сам рядом стою пену снял отлично растительное масло и никогда ничего не болит я еще ни одной таблетки за жизнь не съел а я то прошел то сколько как меня морозилки держали что было 13 дней я полуживой оставался я живой опять путешествие то какое это же не вот за два года мы проехали только за пять месяцев 80 тысяч километров 360 городовых сел я везде должен прийти вызвать к себе доверие к книгам выступить перед народом ну как не крути 75 лет это уже что-то конечно а как вы не болеете нет не болею а что-то у вас болит болит все это не болезнь это естественно отмирание организма листья опадают листья вырастают я говорю что вы трясетесь за свою жалкую жизнешку то надо жить интересно красиво азартно азартно понятно подумайте как относительно диабета пока ничего не делайте хорошо помолитесь объявите пост и дальше не делайте без совета пока вы не рядом это потому что как бы рядом были тут я по другой шкале провел бы и пойдите к священнику в храм а сами молитесь чтобы через него бог ответил а потом если желаете на меня выйдите но в течение трех дней иначе меня может не быть уже да буду вас тогда искать уже к сентябрю да в понедельник я еще буду в понедельник а во вторник у меня уже блокируется все чтобы не платить деньги я на 4 месяца блокирую все понятно понятно вы пришли в нужное место я почувствовал и поэтому и написал он так как написал в письме ничего святее чище православия не найдете поэтому а еще вопрос вот православие вы произнесли вы слышали наверное сейчас многое говорят и многое есть информация на ютубе там на сайтах различных о возрождении русинов и о том что до христианства было так все не надо я все это прекрасно знаю это язычество сатанизм сатанизм от сатаны это язычество что было порушено они желают я знаю кто это ведет это Левашов сильно старался Петров генерал это вот главное тут тут как раз стерливое место он к этому и подошел уже вплотную я знаю до конца у меня на форуме все эти материалы стоят даже не произносите язык не поганьте все понял идолам приносят жертвы идолам приносят жертвы бесам апостол Павел говорит это бесовщина на Руси я с ними бесил у них ничего нету нету кроме злобы и откуда пошло взяло начало православие само слово значение откуда первый раз произошло православие видите слово православие вам нужно знать я вам выставлю материал материал в каком соборе сколько раз произнесено я все это исследовал еще в апостольские времена но полностью оно расцвело стало так общепринятым во времена Ария все православие заключается в следующем слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков аминь все вот это православие Отца и Сына и Святого Духа три это один то есть это истинная причина самого слова православия Ари стал говорить что Сын это творение высшее творение Божие его Афанасий Великий Александрийский поддерненшим патриарх неизверг и доказал Ари кто тебя будет судить он говорит как кто Христос говорит а как он может быть если он не Бог-то епископы которые уже за Ария подписались они давай дезавуируют свои подписи и уходить оттуда он разбил он повернул все была только одна домовая церковь в Константинополе никогда не складывайте оружие никогда как в этой в басни что лягушка в молоке то дергала ногами то избила в масло потом на масло и выпрыгнула я был в самых невероятных обстоятельствах казалось ничего нельзя сделать я рассылал и рассылал материалы о крещении по всей Руси от руки печатал а сейчас везде об этом говорят патриарх говорит не крестите где не в полное погружение и прочее вот и все надо научиться брать доброе везде где только не найдете его таким был Антоний Великий с кем бы он не беседовал он взял хорошее да слава Богу вы знакомы с Германом у него хорошее рассуждение о бороде вот у меня более подробно вот о бороде бродобрития запустите на форуме и найдете о бороде он совершенно правильно рассуждает это даже не мужик никакой без бороды но только надо говорить что так Бог сотворил Бог сотворил ну да конечно никакая кончита тут ни при чем да я понял вас Игнатий Тихич был безмерно рад вас поймать на скайпе общаться с вами знать вас уже лично поэтому я не пропаду и буду связываться с вами хочу чтобы вы не против что мы вот этот разговор наш выставим и вы посмотрите у нас хорошие слова видите это целый ролик это научение для многих мы никого не судили вы коснулись Германа я сказал конкретно его дела но я его я ему не враг потому что я за него молюсь произнося его имя вы ему скажите это хорошо я молюсь за него каждый день хорошо и поэтому и он мне не враг потому что я молюсь за него я услышал я 32 ролика выступил разбирая Невзорова он мне не враг я каждый день молюсь за Горбачева чтобы Бог покаяние дал Горбачева нельзя ругать это знаковая фигура таких больше не было никогда и не будет он один ну Александр Невзоров конечно он безумный просто совершенно но у него есть хорошее что надо принять когда он говорит где-то обличает и надо просто я говорил если собрались бы епископы пришли к нему и сказали Саша мы уже много слышали теперь давай в глаза нам выговори в чем мы не правы и потом на соборе разобрать что он говорит а враги нам больше скажет чем друзья враги нам лучшие друзья и не тот друг кто говорит медом мажет а кто правду в глаза скажет я думаю что ни одна из сторон не хочет этого пока плохо я когда узнаю кто-то на меня что-то говорит если я могу я сразу с ним связываюсь если он нормально он не прячет никакими там аватарами никами вот я в жизни пытаюсь тоже всегда так поступать а иногда и зачастую люди думают что ты что ты лезешь зачем а я всегда хочу услышать если кто-то говорит на меня что-то именно с ним лично пообщаться чтобы я услышал что он мне сказал так вы Анатолий свою анкету которую записали проверьте все ли правильно там записали хорошо у человека верующего не должно быть малейшей лжи всякая ложь от дьявола почему я Иоанн говорит всякая неправда есть грех участь лжецов в озере огненном вы мою зайдите в анкету и посмотрите я посмотрел у вас думаю да у меня там все запущено давно запиши конкретно имя отчество вот все что тебя есть у меня там запущено давно потому что я давно вообще там ничего не исправлял это сколько лет это не ответ это ваш след это ваш след это вы наследили там люди заходят сегодня и вас видят ну видно что обманщик понял я вас не обидел нет абсолютно если вы обидчивый то я вам скажу что вы пришли по нужному адресу я вас буду все время учить не обижаться а что человек не болел нужно 5 не не никогда не злись не злопабец твой не ревнуй не завидуй понятно вот это все когда есть не жалуйся и у тебя совсем по другому вот эти не выполни и тебе уже все будет то я говорю есть 5 б это по глухонемому б вот так вот показывается как перстное знамение у старобрядцев двуперсия мы молимся так так вот 5 б без которых никто не спасется у меня ролик есть такой первое б бог это глухонемые б буквы так показывают бог второе б библия третье б благословение четвертое благовестие пропадать везде и это все для будущего я вам на воздружение у вас хорошая борода мне очень понравилось слава богу ну все во славу божию спасибо всего доброго слава христу так что ждите что вы сегодня будете будет ролик слава христу что ждите что ждите что ждите знакомство просто знакомство что ждите